это вечерние новости спасибо что остаетесь вместе с нами мы продолжаем выпуск роберт хансен сознавшийся в работе на советскую и российскую разведку бывший контрразведчик фбр найден мертвым в тюрьме самого строгого режима во флоренсе штат колорадо где он отбывал пожизненное заключение приговоренный в 2002 году хансен занимался контрразведкой как читается стал самым опасным из российских агентов внедренных фбр в истории бюро по масштабу нанесенного ущерба 79-летнего заключенного нашли без признаков жизни в тюрьме где он отбывал наказание хансен получил почти полтора миллиона долларов наличными бриллиантами и деньгами переведенными на российские счета при этом роберт жил в скромном доме с четырьмя спальнями в пригороде вирджинии с женой и шестью детьми благодаря своей роли в контрразведке он имел доступ к секретной информации в 1985 году начал свою преступную деятельность отправляя материалы в россию и бывший советский союз хансен стал сотрудником фбр 12 января 1976 года и в переписке со своими кураторами использовал псевдоним рамон гарсия согласно веб-сайту фбр он скомпрометировал многочисленных информаторов методы контрразведки расследования десятки секретных правительственных документов сша и технические операции чрезвычайной важности хотя иногда его несколько странные действия вызывали подозрения его не могли выявить долгие годы после того как в 1994 году фбр арестовала шпиона олдрича хейзена эймса в бюро поняли что утечка информации все равно продолжается что и вызвало расследование в отношении хансена он должен был уйти на пенсию поэтому фбр действовала быстро пытаясь поймать его с поличным хансену дали фальшивое задание он начал работать в своем новом офисе со скрытыми камерами и микрофонами в штаб-квартире фбр в январе 2001 года через месяц следователи узнали что он должен был спрятать что-то в тайнике в парке на илона маска подали в суд его обвиняют в манипулировании криптовалютным рынком в качестве истцов по новому делу против главы тесла выступает инвесторы они подготовили коллективный из который направлен федеральный окружной суд южного округа нью-йорка миллиардера обвиняют в инсайдерской торговли криптовалютой и манипулирование рынком инвесторы уверены что бизнесмен намеренно поднял цену криптовалюты дочь coin более чем на 36 тысяч процентов за два года а потом умышленно допустил обвал котировок согласно выдвинутым обвинениям из-за манипуляции маска крипто инвесторы потеряли миллиарды согласно обращению истцов предприниматель специально писал сообщение в соцсети twitter оплачивал работу блогеров и рекламу а также намеренно появился в 2021 году в программе на телеканале nbc чтобы продвинуть дачкойн инвесторы считают что один из таких случаев когда маск заработал на этой монете был в апреле когда бизнесмен продал дачкойн на сумму около 124 миллионов долларов сделка была совершена после того как маск заменил логотип с синей птицей twitter на логотип дачкойн с собакой что привело к скачку цены криптовалюты на 30 процентов маска обвиняют в манипулировании рынками не в первый раз в июне прошлого года аналогичное обращение в суд поступила от американского инвестора дачкойн кита джонсона он заявлял что криптовалюта на самом деле является крипто пирамидой а сама монета не имеет ценности в качестве компенсации он потребовал двести пятьдесят восемь миллиардов долларов криптовалюта дачкойн появилась в 2013 году как шутка сейчас она считается одной из первых мемных криптовалют в мире при этом илон маск отнесся к ней серьезно предприниматель заявил что дачкойн можно использовать для покупки товаров тесла во флориде изменились правила аренды жилья теперь можно не платить депозит при заселении губернатор рон де сантис подписал бурно обсуждаемый законопроект который может привести к тому что арендодатели будут взимать с арендаторов ежемесячную комиссию вместо гарантийных залогов в соответствии с этим законопроектом арендодатели смогут предлагать возможность уплаты ежемесячных сборов вместо гарантийных депозитов хотя это не обязательно арендаторы будут решать платить ли комиссию или депозит поскольку стоимость аренды в штате стремительно растет сторонники законопроекта заявили что он предоставит возможность помочь арендаторам получить квартиры без необходимости вносить авансовые платежи в несколько тысяч долларов но оппоненты заявили что комиссия не будет ограничена и что арендаторы не смогут в конечном итоге вернуть деньги как они могли бы сделать с залоговыми депозитами кроме того после выезда арендаторов их могут заставить заплатить за ремонт квартир как говорят оппоненты видеохостинг youtube перестанет удалять контент ставящий под сомнение итоги президентских выборов сша 2020 года это следует из обновленной справки корпорации google в компании подчеркнули что спустя два года после введения ограничений пришло время переоценить последствия этой политики в нынешних изменившихся условиях хотя удаление такого контента ограничивает поток дезинформации она уменьшает количество политических выступлений не снижая при этом существенно риск насилия заявили в компании обновленные положения вступили в силу 2 июня youtube объявила о планах удалять контент с вызывающими сомнения относительно результатов выборов сведениями в декабре 2020 года с тех пор были удалены десятки тысяч видео с данными о подтасовках и ошибках при подсчете голосов сообщили в компании европейский суд по правам человека обязал украину узаконить однополые союзы он признал что власти страны ущемляли их права на основе сексуальной ориентации об этом рассказала народный депутат украины и на савсун в 2014 году однополая пара андрей маймулахин и андрей марков подали в еспч несколько жалоб требуя официального признания государством и регистрации отношений и вот спустя столько лет европейский суд по правам человека удовлетворил их жалобу признал украину виновные в нарушении статьи 14 европейской конвенции по правам человека запрете дискриминации сочетании со статьей 8 это право на личную семейную жизнь суд установил в частности что к заявителям относились иначе чем к разнополым парам из-за отсутствия какого-либо юридического признания защиты для них и что их сексуальная ориентация была единственным основанием для разницы в отношении к ним житель теннесси сбросил 27 килограммов питаясь только фастфудом из макдональдс блогер рассказал что делил порции пополам и не употреблял сладкие газированные напитки большинство людей считают что для похудения разумно избегать фастфуда это вполне вероятно правда однако блогер кевин решил посмотреть сможет ли он сбросить лишний вес продолжая есть свою любимую еду из макдональдс феврале 2023 года он пообещал есть три раза в день только гамбургеры и картошку фри и держать людей в курсе своих успехов 100 дней три раза в день кевин пытался едой из макдональдса единственное условие он делил порции пополам и вместо газировки пил воду конце мая кевин сообщил что потерял около 25 килограммов и на 50 пунктов снизил свой уровень холестерина он объяснил что тратит в среднем 5 долларов в день что составило полторы тысячи долларов в течение сотни дней кевин также сдавал различные анализы в течение 14 недель чтобы увидеть как диета влияет на его внутренние органы эксперимент блогера привлёк большое внимание в интернете его видео набрало более 17 тысяч лайков и 384 тысячи просмотров на этом у меня все увидимся с вами завтра в программе пульс дня я желаю вам всего доброго и до свидания и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова